Всем привет! Это Инстачек. Настройка и перезагрузка скучных аккаунтов. Сегодня наши специалисты, специалистки, агентство ProPrMedia работают с магазином модной одежды. Когда-то успех розничного магазина одежды, помимо собственно ассортимента, определялся его проходимостью. Поэтому самые успешные бутики обычно располагались в центре города. В наши дни ситуация изменилась. Многие покупатели теперь обитают в Инстаграм. И решения о покупке принимают именно онлайн. Инстаграм – это выход для ленивых таких женщин, как я. Я очень тяжело хожу на шопинг. Это удобнее даже. Сейчас я начала это практиковать. И те магазины, которые предоставляют такой сервис, я делаю предпочтение в инстаграме. Прежде чем начать разбор аккаунта, наши СММ-специалисты Аня и Лина лично знакомятся с коллекциями магазина. Итак, чем же нам понравился данный магазин? Тем, что он находится в центре города. Тебя обслужили, да. Тебя приветствуют, наливают кофе, чай, приносят, да, размеры такие, какие тебе нужны. Магазин бутиковый, а цены здесь приемлемые, достаточно доступные для многих. Посмотрев в магазине на одежду вживую, мы понимаем, что ее можно продавать, ее нужно продавать. Здесь представлены очень стильные марки, очень стильные костюмы, футболки. Я бы сказала, даже это эксклюзив. Все, кто много времени проводит онлайн, часто бывают требовательны не только к дизайну и качеству вещей, но и к тому, как они представлены на фотографиях в аккаунте. Мне было бы важно увидеть в инстаграме создание комплектов. Я магазины всегда оцениваю по картинке, естественно. Мне важно зайти в инстаграм, увидеть красивый лук, прийти его и купить. То есть в магазин я уже прихожу, по сути, просто забрать вещи. Я, да, ленивый клиент, за меня важно создать образ, и я буду понимать, что, да, вот этот мне подходит, я прихожу и забираю готовый образ. Мне важно, чтобы магазин отражал все-таки весь ассортимент, показывал его, и оперативно отвечал по наличию именно той модели, того размера, который мне нужен. Ну, а теперь пришло время сопоставить увиденное вживую с самим аккаунтом. Аккаунт совершенно не готов к продвижению в инстаграм. То есть здесь надо все абсолютно переделывать, от названия, шапки профиля до визуала. Вместо полного названия стрит-кутюр 74 я бы добавила нижнее подчеркивание стрит, нижнее подчеркивание кутюр, нижнее подчеркивание 74. По фотографии, которые находятся на аватаре, должен быть логотип. Обязательно логотип читаемый, логотип видный. Здесь нужно указать адрес. Всех трех магазинов? Да, всех трех магазинов. Продублировать адреса магазинов постами, чтобы человек, который заходит на аккаунт стрит-кутюр, понимал, куда ему лучше подъехать. Что мы можем сказать про актуальные истории? В фотографии актуальной истории делается контрастный. К примеру, если это юбки, то это юбки. Если брюки, то это прям показываем брюки. Либо мы показываем фотографии с фотосессии, либо делаем через стикеры определенные, например, рисунок брюк и выставляем стикер брюк. Какая главная цель Инстаграма? Довести клиента до покупки. Соответственно, указывая цены, ты уже на 60% заполучил этого клиента. То есть остальные 40% зависят от твоих ответов. Директ, от того, дошел он до тебя или нет. Но здесь тоже директ играет большую роль. Если не будет цены, то вы просто упустите клиента в это все. Также наши рекомендации немного исправить визуальное оформление самого аккаунта в плане цветовой гаммы. В идеале вообще для магазина одежды и какого-либо магазина с подобными товарами выбирать одну и ту же фотостудию и одного и того же фотографа, чтобы и редактирование фотографии было примерно одинаковое, и чтобы свет падал примерно одинаково, чтобы визуально в Инстаграме смотрелось красиво и однородно. Чем будет больше видео, тем больше просмотров и больше шансов попасть в интересное. Соответственно, продвинуть свой магазин, чтобы его увидели больше людей. Например, как идею можно взять, если пришли какие-либо новинки в магазин одежды, то мы снимаем прямой эфир, либо IGTV, в плане вот нам пришли новинки, вот мы их распаковываем, показываем прям как мы их распаковываем, как мы их там гладим, как мы надеваем на своих моделек, либо сами на себя надеваем и все это показываем, чтобы сам магазин тоже был живой. Вообще люди любят людей, и Инстаграм тоже любит людей прежде всего, а не Авито. То есть Инстаграм не должен быть оформлен как Авито, он должен быть прежде всего как жить. И так, вы поработали с аккаунтом Стрит Кутюр 74, рассказывайте теперь, что поменялось. Для начала мы поменяли аватар, мы сделали его крупнее на однотонном фоне, читабельный текст, понятно, что это магазин одежды, следующим шагом это было изменение имени. Также мы в шапку профиля добавили геопозиции магазинов, это Sony Кривой 30 и Пушкина 65. До этого старой версии аккаунта адреса магазинов находились на карте. Но когда переходишь на карту, геометки не отображаются, все полностью отображаются, только один магазин. Поэтому мы рекомендуем, если у вас есть несколько магазинов, несколько адресов ваших компаний, то лучше всего их добавлять в шапку профиля. Итак, с актуальными историями аккаунт начал работать, то есть мы видим основные иконки, которые интересуют покупателя. Если у клиента остались вопросы после просмотра данного аккаунта, например, о наличии размера или вообще наличии той или иной вещи, позиции, мы добавили призыв к действию для того, чтобы клиент сразу же связался с магазином. Связался с помощью мессенджера? Связался с помощью, да, мессенджера WhatsApp. Связался с помощью, да, мессенджера WhatsApp.